Реализацию национального проекта здравоохранения Верхневоложья обсудили в правительстве Тверской области до 2024 года. Необходимо сформировать доступную и эффективную систему помощи населению. Наша съемочная группа выяснила, каким образом власти будут добиваться результатов в муниципалитетах. Финансирование национального проекта здравоохранения в Тверской области на этот год составляет свыше 1,3 млрд рублей, в том числе порядка 780 млн из федерального бюджета, а 612 из регионального. В числе главных задач нацпроекта увеличение продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2024 году. Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи для нашего населения по всей территории региона является основным приоритетом в нашей социальной политике. Внимание при реализации национального проекта должно, конечно же, уделяться нашим основным проблемным вопросам. Это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также созданию современной инфраструктуры медицинской помощи детям. Развитие первичного звена здравоохранения, как в городах, так и в сельской местности, и, соответственно, внедрение цифровых технологий в нашей региональной медицине. Благодаря реализации шести подпроектов нацпроекта здравоохранения по итогам семи месяцев 2019 года Тверская область оказалась на первом месте среди регионов ЦФО по снижению общего коэффициента смертности населения. Показатель снизился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отчитался министр здравоохранения Тверской области. Но этого недостаточно. Чтобы достичь федеральных целевых показателей в здравоохранении, в частности, снижение уровня смертности от злокачественных новообразований до 185 на 100 тысяч населения к 2024-му, необходимо выполнить главное условие – повысить онконастороженность у населения. Об этом заявил эксперт из Москвы. Онкологическая служба самостоятельно не сможет добиться целевых показателей. Нам необходимо привлечь пациента в нашу службу. Ведь не секрет, что чем раньше на более ранней стадии появляется онкозаболевание, тем нам его проще лечить и значительно лучше прогнозы лечения и качество жизни пациента. Поэтому основная нагрузка в части выявления из злокачественного образования ложится на амбулаторно-поликлиническое звено. Чтобы не проиграть в битве за здоровье, надо проходить диспансеризацию и профосмотры. Диагностика, диспансеризация, которую мы сейчас стараемся наладить на более высоком уровне, она, конечно, даст более высокое выявление и более высокий процент заболеваемости. Поэтому теперь вся эта система должна уже более динамично работать по работе с выявленными диагнозами и с обнаруженными у человека какими-то заболеваниями. Руководители предприятий и организаций, где работают трудоспособные населения, должны выделять специальные дни, чтобы работники проходили диспансеризацию. Считается, что врач должен агитировать на диспансеризацию, врач должен ее проводить и врач за нее отвечает. Разделите полномочия. Врач должен только проводить диспансеризацию. Он должен обследовать и лечить людей. А вот руководители промышленных предприятий, вузов, коммерческих организаций и, как сегодня я упомянул, например, советы ветеранов, они есть в каждом районе Тверской области, должны агитировать население к проведению работы по сохранению своего здоровья. Один из приоритетных проектов — развитие детского здравоохранения, в рамках которого предусмотрено создание современной инфраструктуры в детских медучреждениях. В 2019 году это закупка шести рентген-аппаратов, четырех эндоскопических аппаратов, а также системы эндоскопической визуализации для детско-областной клинической больницы. В 14 учреждениях будет создана комфортная среда и внедрена система «Бережливая поликлиника». Игорь Руденя подчеркнул, особая роль в качественной реализации национального проекта принадлежит главным врачам учреждений здравоохранения. Более активно будем использовать возможности совета главных врачей Тверской области, потому что это самая ключевая фигура системы здравоохранения — это, конечно, руководители лечебных учреждений. И сейчас мы на правительстве это обсуждали. Скорее всего, будем проводить стратегические сессии хотя бы один раз в квартал по вопросам развития медицины и проекта по здравоохранению. Также Игорь Руденя поручил разработать дорожную карту по открытию филиалов ведущих областных учреждений здравоохранения в каждом муниципальном образовании Верхнего Ужья.